Мы не рожаем ребенка, потому что он попросил. То есть если нам это с вами не нужно, мы не идем у него на поводу. Потому что часто бывает, мужчина просит родить ребенка, что он хочет сейчас, здесь и теперь вас каким-то образом привязать, удержать. Он ревнует, ему не нравится, что вы на каких-то корпоративах, что какие-то есть коллеги, друзья, ему кажется, ну все, я ее теряю, сейчас она у меня будет беременна одним, вторым, третьим, пятым и двадцатым, и все будет у меня подконтрольно. Такой собственник, то есть как будто бы дети ему гарантируют контроль и спокойствие в доме, все, контроль над вами прежде всего. Или же он хочет самоутвердиться, чем больше детей, тем лучше. Причем очень часто это может просить человек, у которого и так 20 детей, у которого и так 20 жен, но зачем-то он продолжает. Вот дети как попытка самоутвердиться в собственной мужественности, как попытка доказать себе, что я чего-то стою, что я наконец вырос, я взрослый. Вот ведь я какой, батька, сколько у меня детей, да, армия целая расплодилась, теперь нас много, мы сильны.